Хоу-хоу-факинь-хоу! Генеральная связь! Наверняка вы уже прочитали заголовок этого ролика и слегка удивлены. Почему сейчас? Почему именно они? Да всё просто. Настроение не к чёрту из-за новогоднего ивента. Ни-я! Иди, пожи говна! Фак-ди-ру! Поэтому я на 100% уверен, что битва двух самых нелепейших тяжеловеса сможет нарисовать улыбку на вашем суровом, запачканном тушью от слёз лице. Как обычно, мы проведём серию бессмысленных испытаний, затем схлестнём их в жесточайшие дуэли и выясним, кто из них клоун, а кто может постоять за себя в рандоме. Но! Прежде чем начнётся жара, представим наших участников, что они могут в современном рандоме, на что способны и первым на прожарку пойдёт КВ-5. Итак, КВ-5 100 тонн чугунной ебаниной, с формой, будто его проектировал пятилетний ребёнок, при этом по-советски бронирован и невероятно подвижен для своей массы. Скажем так, из всех сверхтяжей на восьмом уровне КВ-5 настоящий, гоночный болид. Пока все только начинают своё движение, одновременно сражаясь с земной гравитацией, этот бегемот с рефлексами водомерки уже летит на всех парах. Если заглянуть в ТТХ, то вообще охреневаешь. Ведь на цифрах это чудовище разгоняется до 40 км в час. 100 тонн! 40 км в час! В рамках танковой игры это настоящая комета. И естественно, данный факт передаёт нереальный фан-совку и делает его профессиональным убийцей в таране. В копилку плюсов также отправляется и броня. Да, он дырявый, особенно в районе его сексуальной груди. Очень много слабых мест в башне, которые размером с кафедральный собор. И казалось бы, пробить его нет никаких проблем. Но каждый раз, когда ты попадаешь в безнадёжную ситуацию, КВ-5 всегда напоминает врагам. И на этом все его прелести заканчиваются. У КВ есть на выбор два орудия. 107-миллиметровая ЗИС-6М и 107-миллиметровая ЗИС-6Д. Выбирать между ними всё равно, что выбирать, каким видом чумы заболеть. Так чем же они отличаются? Первый имеет хороший ДПМ, Быструю для ТТ перезарядку и отвратительное пробитие в 167 миллиметров. Пытаться пробить, будучи не в топе, всё равно, что чистить ботинки навозом. Ну а если переключаться на голду, то окончательно теряем в ДПМе. Второе же орудие в плане пробития намного, намного приятнее. И вместо 175, 230 миллиметров. Но зато КД между выстремами увеличится на 2,5 секунды при той же Альфе, Что делает ДПМ равным тяжам 6 уровня. Так же орудие теряясь в точности и комфортности. В общем, та ещё залупа. В итоге КВ-5 это огромная детина. Без особых навыков, которая давит своей массой и чудесными танкованиями. Подобное не может не вызывать улыбку даже при сливах. Поэтому можем смело считать эту абразину лишь фановым танком, Который может раскидывать врагов на своём и ниже уровнях. Переходим к ВК. Если бы не гусеница и пушка, то я бы подумал, что это подвижное сочтение двух свинцовых слитков. Он выглядит уныло. Едет уныло. Стреляет уныло. ВК словно пасмурная погода в середине июля. И каждый раз, когда его выкатываешь в бой, то чувствуется его скорбь. Если прислушаться, то в нём слышны крики горящих в аду патеводов и ракалов. Это понятно, ведь перед вами отлитый из ненности к рандому котёл весом в 168 тонн. Самый тяжёлый танк на восьмом уровне, который входит в тройку самых тяжёлых в игре. Но в отличие от КВ, немца нельзя называть королём тарана. Ведь от него вернётся даже сонная черепаха. 20 км в час. 20. Максимальная скорость. Это настолько медленно, что для фиксации факта его передвижения потребуются теодолит и пару спутников в космосе. Сложно представить ситуацию, при которой ВК может осуществить таран. Но если это происходит, то зрелище не менее эпичное, чем падение бомбардировщиков в завод по изготовлению фейерверков. Окей, окей, окей. Окей. Раз танк большой, значит дофига бронированный. Логично. 180 мм лоб, 130 по бортам и 100 на заду. Учитывая его манёвренность, учитывая его габариты, этого очень мало. Этого крайне мало. Очевидно, что все будут стараться заходить к вам в борта и корму, а сделать это нетрудно даже на ТТ. Поэтому все его миллиметры в броне на открытом пространстве не имеют вообще никакого веса. Но всё меняется, если немец находится в городе или на холмнистой местности. Вот тогда его миллиметры превращаются в настоящую красную проблему и выкрутить его непростая задача. Последнее, что вас окончательно приведёт в уныние, это орудие немца. Единственный плюс, который у него есть, это альфа в 460 единиц и всё. ДПМ 1846 единиц. КД в 15 секунд. КОСОЕ. УВНы в 8 градусов, но при таком размере они вообще не ощущаются. В общем, полный Алис Гемахт. Его точно надо апать. Я уверен, что в ближайшее время это произойдёт. В чём же его фан, спросите вы? Ну, он хорош своими недостатками. Как ТОК-2 или Т95. Появление его на фланге словно отложенный Армагеддон. Он медленно, медленно продавливает направление, отвлекая и покусывая противника, предоставляя команде возможность перетянуть одеяло на себя. Понятно, что до конца боя вам не дожить, но зачастую агрессивные и правильные действия приводят противника бегству. Что даёт нереальный фан. Окей, теперь вы имеете полное представление об этих монстрах. Пора начинать. Первым будет тест на броню. Самое интересное. Естественно, в качестве дегустатора аппетитных боков будет выступать Центурион. Так как у него маленькая альфа, быстрое КД и отличное пробитие. С первых выстрелов у КВ проявились все его слабые места. Когда нет опасности, когда в тебя в ответ не стреляют, то единственной задачей становится выцелить и пробить. Поэтому Центурион спокойно, методично разгрызает совка, не оставляя шансов. Хочу отметить, что на каждый этап делается несколько попыток и лучшее идёт за счёт. Так что то, что вы наблюдаете, это самое успешное. А вот с ВК не всё так просто. В клинче под небольшим ромом его практически не пробить. НЛД из-за клинча недосягаемы, ну а башенку выцелить не позволяет орудие ВК. Все пробитии происходили исключительно из-за ошибок. Либо подставлялся бок, либо не следил за ромбом. Но даже при таком раскладе всё становится очевидным. КВ на последний выстрел, а у ВК ещё добрая половина хп. Победа в этом раунде за немцем. Чтобы не посидеть от скуки, опустим всё танкование и лишь выведем результат ВК для полной картины. В итоге, со всеми моими ошибками, учитывая тот факт, что мне надоело, он смог сдержать 21 выстрел и заблокировал 3 990 урона. В то время как КВ всего 2. Окей, переходим к следующему этапу «Боевое крещение», в котором нашим героям предстоит одолеть самого злого врага. Манёвренного, быстрого, лёгкого танка РУ-251. Многие бомбят от этого испытания, так как не берут в расчёт, что смысл его проверить огневые характеристики в совокупности с бронёй и подвижностью. Сможет ли ТЯЖ одолеть быстрый танк в ближнем бою? Понятное дело, что ЛТ может играть от расстояния, и ни у кого из них не будет шанса, а вот вблизи победит лучший. Фаворитом в этом этапе является КВ, так как для РУ у него есть и броня, и он в меру подвижен. А вот немца может спасти лишь его броня. Хотя, судя по тому, как идут дела, его спасёт только чудо. Но не то чудо, что управляет, а чудо в смысле чудо. Но чудо не помогли, поэтому победа за КВ-5 справедлива. И теперь последний этап, самый волнующий и искромётный, который приносит 2 балла и является зачастую решающим. Как вы все знаете и помните, правила просты. Никаких правил. Можешь стрелять голдой, захватывать базу, таранить. Главное, победа. Мне досталось ВК, так как ни у кого из моих знакомых его просто нет. Ибо все они умные люди, которые не будут тратить деньги на г**. И так как КВ-5 имеет преимущество в подвижности, то на ключевые точки я приеду позже. Поэтому самой верной тактикой будет захват база и ждать, когда противник сам приедет. Да, подло. Но на войне все средства хороши. Напоминаю, что в отличие от предыдущих этапов, дуэль ведётся до трёх побед. Ну и лучший результат победителя показывается вам. Я уверен, что вы уже точно знаете, кто одержит победу. Ведь орудие КВ не сможет одолеть броню немца. Особенно, если он будет в клинче и с небольшим ромбом. Огромные размеры совка не позволят опустить орудие, чтобы пробить НЛД или бока. Остаётся только комбашенка и ставка на ДПМ. Но сделать это не так просто. Тем более я учёл момент при своём проигрыше. КВ удалось таки разок перестрелять, так как я абсолютно не принимал никаких мер по блокировке башенки. Однако подобного больше не повторялось. Стоя на базе, я вынуждал противника подходить на свою рабочую дистанцию, с которой уже не сбежать. И просто старался завершить как можно выгоднее эту дуэль. Конечно, были попытки с расстояния сбивать базу. И фугасами, и так. Но это же КВ. Стоит раз промазать, засветиться. Как я тут же менял позицию в круге, и противнику приходилось менять фланг. Каким бы КВ быстрым не был, это требует приличного времени, и рано или поздно враг всё равно оказывался на нужной дистанции. Эта схватка безнадёжна для совка. Слишком много брони для столь маленьких зубов. И немецкий брикет маргарина заслуженно побеждает в этом параде холестерина. Что ж, подведём итоги. ВК неплох. Ну, очень скучный. Серьёзно, он словно хорошо оплачиваемая работа, где за любую улыбку – увольнение. В то время, как КВ-5 – новогодний корпоратив, когда ужратые коллеги танцуют по Марк Твену. Оба они несут никакой силы и созданы быть нелепыми. На них приятно побеждать, так как ты понимаешь, что совершил практически невозможное. И в этом деле советскому Семеновичу нет равных. Но если вдруг эти два бегемота решат поделить территорию, то немец всё-таки будет посильнее. Что ж, не забывайте ставить лайки, если понравилось видео. Также напиши в комментариях, какой танк из этих двух тебе больше по душе. Увидимся в следующем видео. А пока, пока! И да, лови воздушный засос!